Друзья, всем привет! С вами снова Сергей Яркин. Недавно смотрел статистику. Так вот, с начала января в ходе ICO было привлечено 450 миллионов долларов. А это значит, что рынок вернулся к показателям октября. А также это значит, что он все так же привлекателен для мошенников и нечистых на руку людишек. К чему я все это? К тому, что в последнее время ко мне все чаще стали обращаться вот такие вот интересные персонажи с просьбой прорекламировать их проекты в нашем обзоре. Друзья, все свои обзоры мы делаем сугубо в ознакомительных целях. Мы не делаем никакой рекламы и антирекламы. Давайте посмотрим, что сегодня я вам приготовил. Итак, первый проект. Называется он APEX. Что могу сказать по данному проекту? Проект строился на платформе блокчейн.neo. Я думаю, что в скором времени мы, наверное, увидим большее число проектов на этой платформе. Это я говорю не к тому, что вижу лучшее решение, чем эфириум блокчейн, а просто, если хотите, это моя чуйка, скажем так. Конкретно по проекту. На нем, на чем бы ни писался проект, я считаю, что код никто не отменял. А его, к сожалению, нет. Еще один момент. Так как блокчейн не особо распространенный, я думаю, что сложность со вторичной продажей, ну, она очевидна. Я не берусь утверждать, что данный проект скам, но как объект для инвестирования, да, только при условии, что вы готовы ждать. И готовы ждать достаточно долгое время. Ну, я не знаю, в горизонте, наверное, лет пять. Вот. Поехали дальше. Проект рефериум. Я не совсем понимаю, зачем меня попросили посмотреть данный проект. Ну, раз попросили, давайте посмотрим. Проект не собирает средства, он просто продает игры за собственные токены, которые можно получить, выполняя некоторые действия. Скорее всего, скорее всего, меня потроллили. Давайте перейдем к следующему проекту. Следующий проект называется Electrify Asia. Только вот в предыдущем обзоре мы делали обзор на проект V-Power, помните? Так вот, это азиатский вариант такого же проекта, но здесь хотя бы написано, что они создают marketplace. Но проблема, к сожалению, все та же. Где, собственно, инфраструктура. Короче, нет прототипа, кроме написанного на бумаге. Спросите меня, что это? Ну, я вам отвечу, это скам. Следующий. Следующий проект называется Orchit. Насколько хватает моего ума, это, скорее всего, протокол для микроплатежей. На больший анализ времени особо нет. Выйдут на сейл, ну, посмотрим, что они обещают инвесторам и чем гарантируют. А пока что, пока, я так понимаю, команда представляет свой проект на суд сообщества. Ну, будет побольше времени, обязательно изучу и постараюсь вам про него что-то рассказать еще. Следующий. Следующий проект называется он Naclus Vision. Значит, вначале я подумал, что это нечто, позволяющее управлять камерами на расстоянии. Ну, например, вы где-то там в поездке и смотрите, что происходит дома или на работе. Знаете, я сильно ошибался. Нет, это на самом деле новый маркетинговый инструмент. И как таким идеям удается привлечь инвестиции, ну, я, честно говоря, ума не привожу. У них в инвесторах достаточно уважаемые люди. Ну, это я, наверное, все-таки по фото анализ свой такой сделал. Но при всем при этом надо дать дань тому, что прототип взаимодействия покупателей-продавца прописан в смарт-контракте. И контракт на краудсейл тоже, кстати, есть. Плохо, что только на выпуск монет. Но все же он есть. Короче, продукт, на мой взгляд, мертворожденный. Я не советую в него вкладываться. Поехали дальше. Значит, следующий проект называется он Definity. Такой проект, да, такие вот проекты я на самом деле очень люблю. Возможно, идея не новая. Сделать блокчейн понятным для любого программиста, в смысле языка. И я с удовольствием поддержу данный проект, когда он выйдет на финишную прямую. Но этот проект, он скорее не для инвестиций с целью быстрых денег. Однозначно, данный проект не скам, а вот вкладывать в него, если вы не хотите долго ждать, ну, наверное, я не советую. Следующий. Так, следующий называется у нас Arbidex. Начинаем наблюдать интересную картину. Проекты утверждают, что они что-то новое, да, на деле ничего. Ни смарт-контракта, ни понятного прототипа, ни так далее. Написано, что стабильная версия будет не раньше первого февраля. Так что не знаю, что сказать по поводу самого проекта. Информацию я вам предоставил, ну, а дальше уже, дальше решать вам. И последний на сегодня проект называется он SGPay. Очередной мобильный кошелек, ничего кроме картинок пока нет. Ну, возможно, кто-нибудь и будет приятно удивлен функционалом, а так не вижу смысла складываться в данный проект. На сегодня это все. Если у вас есть интересные проекты, пожалуйста, отправляйте. Будьте предельно, предельно внимательны. Вот, ну, всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok